Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка. И сегодня мы с вами читаем седьмую главу. Собрались к нему фарисеи, некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предание старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торгой, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Фарисеи — это группа иудеев, которая посвятила себя наиболее тщательному соблюдению иудейского закона. То есть это люди наиболее усердные, религиозно-ревностные, которые старались всю свою жизнь, во всех мелких деталях, привести в послушание Богу. И, конечно же, то, что жизнь менялась, многие установления закона были довольно странными в городском контексте, и надо было их как-то истолковывать, надо было понимать, о чем речь идет. И вот фарисеи были известны как толкователи Писания и как люди, усердно старавшиеся выполнить все, что предписывает Божий закон. И они также выступали в качестве таких ревнителей богочестия, они смотрели, чтобы другие люди все делали по закону в их фарисейской интерпретации. Конечно, у нас сейчас слово «фарисей» носит такой негативный характер. «Фарисей» значит «лицемер». В то время фарисеи рассматривали себя и рассматривались другими как именно ревнители закона, люди, которые стараются жить по-божьему. И вот, в частности, они установили тщательно умывать руки, омывать, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Понятно, что сейчас мы привыкли, что мы эти руки перед едой из соображения гиены. На самом деле, то, что было в то время, не имеет к гигиене никакого отношения. Люди иногда могли омывать руки в воде, которая была сама по себе чудовищно грязной. С точки зрения гигиены мог быть вред один. Мог стоять сосуд для ритуального омовения. Вода стояла неделями. Кого только не было. Но считалось правильным омывать именно с обрядовой, с ритуальной точки зрения. Нам может показаться все это странно. Мы находимся в абсолютно другом контексте. Но я приведу пример. Известно, например, археологам, что вот группа ревностных иудеев, есеев, которая отделилась от основной общины иудейской, они жили за городом, вне храма, считали храм оскверненным. У них был один из конфликтных пунктов с остальными иудеями состоял в том, передается ли скверно вверх по струе. Ну, то есть, если вы из ритуально нечистого сосуда налили в ритуально чистый, то оба сосуда считаются ритуально нечистыми. В этом все согласны. Но представьте себе наоборот. Представьте себе, что нижний сосуд, он у вас ритуально нечистый, а вы в него наливаете какую-то жидкость из ритуально чистого. Вот этот верхний сосуд, он будет осквернен или нет? И вот духовенство храма считало, что нет. Эти ревностные и особенные иудеи, еси, считали, что да, что нельзя пользоваться дальше этим сосудом, и это будет все осквернено и неправильно, и поэтому нельзя поддерживать общение с вот этими храмовыми иудеями. Нам это все может показаться достаточно нелепым и смешным, но для людей того времени это было важным, и когда они пристали к ученикам, мойте руки перед едой, они, конечно, имели в виду не какие-то соображения и гигиены, а именно требования вот этой обрядовой ритуальной чистоты. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовало о вас лицемерах Исайя, как написано, «Люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учаучением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и час, и делайте многое другое, сему подобное. И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, «Кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». «Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое, сему подобное». Господь достаточно резко отвечает фарисеям. Он говорит о том, что они учат учением заповедям человеческим, то есть они заменили Слово Божие своим преданием. И надо понимать, что речь здесь не идет о предании любом, потому что мы также находим в Библии предание в позитивном смысле. Например, апостол заповедует, «Стойте и держите предание, которым вы научены словом или посланием нашим». Есть еще человеческие такие паразитарные, наросшие предания, когда люди начинают заменять Слово Божие какими-то своими соображениями. И они, нарастая в том числе, появляются в церковной среде, когда прихожанки друг другу пересказывают какие-то требования, какие-то обычаи, какие-то обязательности, о которых вообще-то священник даже и не слышал ни разу. А вот как-то, когда ему об этом говорят, он очень удивляется, говорит, откуда это все взялось. Но вот так естественным образом, дикорастущим вырастает масса обычаев, масса традиций, которые никак не связаны со Словом Божиим, никак в нем не укоренены, которые являются чисто человеческими домыслами. И далее он приводит пример того, что они делают не так, оставив заповедь Божию, они отменяют заповедь о почтении к родителям. Может быть, современному читателю непонятно, тут стоит разъяснить. Вы говорите, кто скажет отцу или матерю, карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался. Человек такой богочестивый, богочестивый, что он пожертвовал свое имущество храму. И поскольку он его уже пожертвовал храму, он не может из этого имущества уделять своим родителям. Но там еще интереснее возникала ситуация. Человек пожертвовал имущество храму, и он им продолжает пользоваться. Но формально он считает, что это имущество пожертвовано храму. Ну, например, там, допустим, я ем из серебряного блюда, которое формально я объявил, что оно принадлежит храму, что я его пожертвовал. Но оно у меня находится как бы во временном пользовании, я из него ем. И когда престарелые родители просят меня это блюдо продать и уделить им помощь, я говорю, ну, оно же храму пожертвовано, что же я могу сделать? То есть это все принадлежит Богу теперь. И таким образом Господь указывает на то, что они обходят Божью заповедь при помощи своего предания. И мы видим, что поскольку это предание приводит к нарушению Божьей заповеди, оно явно ошибочно, оно явно не от Бога исходит. И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумеете, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека, оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутренней происходит и оскверняет человека. Нам это может показаться чем-то достаточно очевидным. Ну да, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но в духовном плане, потому что мы понимаем, что, ну да, мы там делим пищу на полезную, не полезную, но, наверное, там, поесть каши полезнее, чем съесть гамбургер. Но чтобы это оскверняло, нам-то не очень понятно. А вот для людей той эпохи было чрезвычайно важно не оскверниться. Вообще для религиозного сознания, не только иудейского, очень важно избежать осквернения, очень важно находиться в состоянии ритуальной чистоты. И некоторые виды пищи человека считалось, что оскверняют. Прежде всего, пища, запрещенная законом, там, свинина, другие виды пищи, которые закон порицает, и богочестие во многом состояло в том, чтобы не съесть чего-нибудь. Ну, вот как иногда в нашей среде некоторые люди, против этого я постоянно слышу проповеди, некоторые люди неправильно подходят к посту и больше всего озабочены, как бы чего-нибудь там не съесть. Если яичный порошок в белом хлебе, и вот тщательно отследить, чтобы что-нибудь такого не съесть, чтобы не оскверниться, для иудеев это обладалось огромным значением. И вот то, что Иисус говорит, это абсолютно опрокидывает их картину мира. Он говорит, не что, что человек там съел, его не оскверняет. Это довольно шокирующая новость, то есть люди выращены в убеждении, что некоторые виды пищи оскверняют, и это только язычники их едят. Но Христос говорит, это не важно, ничто не оскверняет. И ученики его спрашивают, как это вообще так может быть, что входящее в человека не оскверняется, оскверняет только исходящее. Господь говорит, что пища, это вот все не важно, а важно то, что исходит изнутри сердца человеческого. Человек оскверняет грех, и грех исходит изнутри. Не важно, что вы там съели, важно, что грех исходит изнутри, из человеческого сердца. И мы видим здесь один из библейских стихов, которые указывают на реальность первородного греха. Господь говорит, что зло исходит изнутри, из человеческого сердца. Есть два принципиально разных взгляда на человека, на человеческую природу. Есть традиционно христианский взгляд, который мы находим уже в Священном Писании, мы находим у пророков, мы находим у Господа, мы находим у апостолов, и который приобретает свое развитие у святых отцов, у Блаженного Августина особенно, то, что человеческая природа глубоко повреждена грехом. То, что из внутреннего человеческого сердца исходит всякое зло. Что человек создан Богом благим и прекрасным, но человек глубоко себя испортил в результате грехопадения. И есть другой взгляд, когда говорится, что все зло, оно откуда-то снаружи, что человека оскверняет, человека делает злым, плохим внешние условия, какие-то социальные условия, несправедливое общество заставляет человека быть плохим. Если построить справедливое общество, в нем и люди будут хорошие. Конечно, какая-то маленькая доля правды есть, и социальные условия влияют на поведение людей. Конечно, если человек не имел нормального образования, не имел нормального воспитания, то вероятно, что он сделается преступником, она выше. Но попытка выстроить общество так, чтобы вот извне человека ничто не оскверняло, и человек сам по себе был хорошим, она была предпринята в нашей стране, и считалось, что если убрать атмосферу, убрать социальные условия, в которых человек эксплуатирует человека, в которых люди проявляют эгоизм и алчность, то человеческое сердце изменится, появится новая порода людей, советский человек, и эти новые люди, они будут вести себя не так, как себя люди вели в истории, а будут проявлять заботу об общем благе и любить друг друга, и появится вообще новый человек, и он не появился, увы. Это не сработало. Почему? Потому что верен все-таки и христианский взгляд на человека, а люди грешны. Такова человеческая природа, и извнутрь исходит всякое зло, которое оскорняет человека. Но это также и указание на нашу собственную ответственность. Почему, например, я впал в грех, я разозлился и кого-то обругал злыми словами. И очень легко сказать, и обычно у нас это высказывают автоматически, ну, довели уже, ну, достали. И Господь говорит, нет, это из твоего сердца исходит. Вот ярость и гнев и всякий соблазн исходят из твоего сердца. Проблема не в том, что ты снаружи что-то видишь, что тебя соблазняет, или оскорбляет, или раздражает, или пугает, а в том, что в сердце твоем все это живет. И ты должен заниматься своим сердцем, а не требует, чтобы внешний мир менялся под тебя. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирский и Сидонский, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышал о нем женщину, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиники Янка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». Язычница, родом Серафиники Янка, она пришла к Иисусу, и язычники, особенно жившие в той местности, они отличались такой крайне мрачной формой язычества с человеческими жертвоприношениями, с бесопоклонством. И вот эта язычница, она услышала, что есть такой удивительный чудотворец, который может помочь ей в ее горе. У нее бесноватая дочь. Она приходит к нему, чтобы получить освобождение своей дочери. Иисус говорит неожиданно, «Да я прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса». Мне попадались на глаза какие-то очень такие странные, нелепые современные толкования, где Иисуса упрекают, там чуть ли не в расизме, что вот там говорит, что вот есть дети, которые принадлежат к избранному Божьему народу, и есть псы-язычники. Но на самом деле, конечно же, слово «псы», оно в Библии может применяться и к иудеям так же, и применяется, поскольку это характеризует не происхождение человека, конечно, это характеризует его поведение. Язычники являются псами не по рождению, а потому что они привержены поклонению идовам, потому что они привержены поклонению ложным богам. И Иисус не оказывает ей сразу этой милости, потому что для нее это будет знаком, что быть язычницей — это нормально, что поклоняться идовам — это нормально, что практиковать все эти мерзости, которые практиковали язычники, — это нормально. И он говорит ей, нет, сначала дай насытиться детям, то есть тем, кто поклоняется единому истинному Богу. И она говорит ему в ответ, так, Господи, «Но и псы под столом едят крохи у дитя». Она говорит, да, мы язычники псы. Да, мы вот люди глубоко завучшие. И она проявляет это смирение. И когда она проявляет это смирение, она становится открытой к Божьей богодати. И за это слово «пойди без вышива с твоей дочерью». Мы видим здесь, как эта язычница, она признает бедственное состояние свое и своего народа, и это делает ее открытой для Божьей милости, для Божьей богодати. Поскольку Христос всегда ищет помиловать, но для этого нужно, чтобы человек смирился, чтобы человек признал свою нужду в милости. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух и разрешились в узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Очень важно, что здесь мы видим исполнение ветхозаветного пророчества. Тогда уста немых отверзутся, и язык немого будет петь. Мы видим здесь, что исцелив этого человека, Иисус не просто оказывает ему вот эту помощь, он свидетельствует о себе как о Мессии. Хотя мы видим, что не стремится разрекламировать это. Как мы уже говорили, существует определенное тяжелое недоразумение. Люди ожидают Мессию как такого военно-политического вождя, Иисус приходит установить другое царство, которое не от мира сего. Мы с вами прочитали седьмую главу Евангелия от Марка. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет Ру.